всем привет сегодня мы проведем краткий технический обзор доски от овенборд это электро лонгборд управляется пультиком по быстренькому объясню колесико впереди получается при нажатии вперед дает ускорение колесико поворачиваем назад это у нас тормоз есть кнопочка который меняет положение скорости это я называю черепаха а это как ураган именно эта скорость позволяет добиться 43 километров в час но мы ни разу не разгоняли поэтому нужно будет попробовать нужно идеальная дорога без всяких камушков без всяких выбоин потому что колеса способны достаточно большие способны переварить мелкие трещинки в асфальте но крупные выбоины могут привести к падению это надо быть и коротко аккуратно так включаем при нажатии кнопочки включаем пультик проверка доска выполнена из семи слоев канадского клёна семи слоев канадского клёна и одного бамбука кстати мне кажется что бамбук это именно вот эта вот красивая часть на которой отпечатан слон логотип марки доска достаточно подвижная но не ломается ну максимальный вес который может 115 килограмм поэтому если вдвоем кататься мы кстати потом покажем да макс мой помощник мы можем кататься и сидя и стоя мы потом покажем как это делается и проведем краткий тест разгона ощущения и торможения начнем первый тест разгон делаю на первую скорость скорость черепахи на скорости черепахи идет плавный разгон скорость комфортная не знаю сколько на километров 20 может быть 23 и плавное торможение то есть она не резкая проверим максимальная скорость и какой разгон будет не да вторую скорость можно назвать скоростью для профессионалов резкий старт разгон не могу определить так как нет спидометра но и такое же резкое торможение приходится откидываться как можно больше назад выпирая переднюю ногу и садясь на заднюю для того чтобы тебя не выкинуло просто с доски когда начинает тормозить очень резко сейчас покажу еще разочек за время эксплуатации никаких дефектов или повреждений не было обнаружено исключением того что вроде как один и тот же материал использования на колесах это получается не резина какой-то полиуретан хорошие от него кстати камушки отскакивают если мелкие большие конечно могут стопорнуть но на заднем колесе там где находятся моторы замечены такие вот надколы надломы такое ощущение что камни некоторые острые или может быть какие-то края прям порезали вгрызаясь также и царапины от колес возможно это потому что ведущее колесо тут же два мотора стоят каждая из них ведет кстати я проверял работу так сказать полного привода если одно колесо застряло на внедорожье то второе проворачивается и вытягивает доску вот пример где-то ямка и колесо будет проворачиваться то второе сразу вытягивает его а теперь мы с максом покажем что на доске можно кататься вдвоем да макс главное распределить вес пошири ножки конечно пока на первой скорости для черепашки а как добавляется вес доска чуть чуть медленнее разгоняется и чуть медленнее тормозит но все это безопасно также мы можем кататься и по другому единная база доски так позволяет вперед при желании такой транспорт можно использовать для передвижения да Дальше все безопасно и очень весело, правильно? Да Еще одно опытное тестирование Насколько хватит дистанции пультика Для того, чтобы потерять связь с доской Да, посчитаем потом метраж Поехали Что бы не случилось, ехай до конца Я все еще управляю Пульт показывает мне, что теряет связь, но все еще управляется Попробуем ее вернуть назад Нет Связь потеряна Попробуем подойти ближе Все Связь поймем То есть она назад ехала когда-то? Да, так вот так Прям Она пыталась схватиться и дергалась, да? Да, дергалась Но не ехала, да? Ну, так немножко В общем, получилось, Макс, что Около 45, возможно, даже 50 метров На удаление работает доска Я потерял с тобой связь, но потом чуть-чуть подошел и вернул ее Ну, это внушительно, это замечательный показатель, да? Да Расскажи, чем тебе нравится эта доска И чем нравится катание с фокусом? Это очень весело Отлично, спасибо за комментарий Поехали? Поехали Ну что, завтра пойдем в аквапарк? Да Класс Как называется аквапарк? Сейчас набирает популярность тигвей Когда ты стоишь двумя ногами И, получается, управляешь с помощью колена Ну, здесь как бы удобно именно для катания А не просто куда-то добраться Я думаю, доску можно использовать Как средство передвижения в мегаполисе Как альтернатива общественному транспорту Еще главный конкурент такой доски Я думаю, это как раз электрические самокаты Но тут каждый выбирает сам Потому что кому-то нравится лыжа, а кому-то сноуборд Кому-то коньки Я думаю, самокат, он более маневренный И менее чувствительен к плохому покрытию дороги Вот это, я думаю, его плюсы Минусы в том, что ты не можешь ехать там, не используя руки То есть, получается, должен держаться за руль двумя руками Я пробовал так ездить с одной рукой Получается шатка То есть, если чуть на какую-то кочку навернешься То обязательно вылетит Поэтому, используя доску Две руки остаются свободные Можно держать камеру Как Кейси Нейстед Можно везти, допустим, какие-то продукты С магазина Или придерживаться нуль Поэтому тут каждый выбирает сам Также доску можно использовать в развлекательных целях Чтобы катать санишку Управляйся Да Поехали Поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...